И получается... Так, я сейчас попробую додавить. Попробуйте 45 додавить. Всем привет! Снова сегодня с вами Макс. И мы сегодня опять на аэродроме и смотрим на самолет Доранье 27. Сзади меня этот прекрасный аэроплан. Значит, данный самолет произведен в 59-м году, но при всем при этом, летными характеристиками, наверное, он может с вами похвастаться и сегодня. Это высокая скорость круизного полета, 115-120 узлов в горизонте. Может быть, даже и больше не удалось еще этого попробовать. Значит, посадочные скорости порядка 40 узлов. Ну, скорости касания, скорости на заходе 55 узлов. То есть все вот это, маленькие дистанции пробега-разбега. Все вот это сочетается вот в этом самолете, который был произведен больше, чем полвека назад. Но, значит, мне, например, непонятно, как так круто сделали такую динамическую схему, которая позволяет на этом толстом крыле... Ну, понятно, что толстое крыло, постоянно зафиксированный отклоненный предкрылок и двухщелевой закрылок, а также еще половина элерона выполнена в виде зависающего элерона, что тоже очень важно для взлета и посадки. И для каждого элерона есть также еще и свой сервокомпенсатор. То есть насколько продуманная аэродинамическая схема и как вот это все на вороты с механизацией и фиксированный отклоненный предкрылок, крыла, позволяют летать на такой круизной скорости, для меня, конечно, загадка. Но это очень-очень-очень здорово. Но прежде чем мы будем говорить о летных характеристиках, давайте заглянем вовнутрь, потому что внутри это прям вот то, что, не знаю, любой фанат авиации того времени, не знаю, тот, кто любит немецкую технику, там такие смолеты, как Мессершмитт, Фокки Вульф. Вы сейчас просто посмотрите и вам это очень-очень-очень понравится. Обычно удобно встать на колесо. Вот так вот открывается дверь, Lamborghini-стайл дверь. И вот такой вот есть подкосик, подпорка такая вот, чтобы дверь не закрылась и не ударила по голове. Вот и вот есть подножечка, таким вот образом забираем все внутрь. Вот так вот выглядит кабина этого прекрасного аэроплана. Но в первую очередь хочется сказать, отметить органы управления. Вот эти, обратите внимание, педали, магнета. Сейчас мы их детально посмотрим. Педали, магнета, перекладной стабилизатор. Все это отсыл как раз-таки к авиации Второй мировой, германской стороны. То есть это просто абсолютно аутентично крутая вещь. Тихонечко от винта. Значит, Георгий Ильич, мы сегодня с вами катаемся на самолете, как он правильно называется? До 27. До 27. До 27. Значит, сразу пока рулим, сразу впечатление. У нас, поскольку узкая колея шасси и амортизаторы достаточно мягкие, я так понимаю, что это сделано прежде всего для того, чтобы самолет предназначен для посадок на неподготовленные полосы или поля. И поэтому большой ход амортизаторов, которые при боковом ветре и заваливают, в принципе, нас на одной из них. И вот это в самом начале разбега как бы червато, как говорится, да? Колесо хвостовое не фиксируется. Колесо хвостовое не фиксируется. Поэтому мы вначале его удерживаем на земле, и как только обдува хватает, максимально рано пытаемся его поднять, чтобы, ну, как бы, попробовать обезопасить себя на взлете. 462 напрямую, с проходом. Вот, ну, кстати, рулить. До этого мы как-то вот уже с Игорь Леонидовичем катались на этом аэроплане. И тогда тормоза были немного неисправны, наверное, да? Нет, они были нормальные, это стандартные, их штатные тормоза с одной колодкой с одной стороны, да? Ну вот да, то есть... А сейчас Берлинг есть такая фирма тюнинговая, которая делает для разных, в том числе для биверов, тормоза и диски. Но я сейчас осознал, что мне бы хотелось бы, наверное, еще бы какое-то это, потому что я прям носочком додавливаю, то есть мне бы хотелось еще, наверное, какую-то подушечку. То есть, ну, может быть, это ощущение, потому что, ну, требуется достаточно серьезное нажатие на... Ну, опять же, тут еще какой момент? Тут именно расположение педали, поскольку сама нога... То есть, потом я покажу эти педали, это, значит, педали такие, как на Мессершмиттах, на Фокке-Ульфах, были во время войны. И это, в общем-то, что дает? Ну, мне не очень удобно, например, нажимать педаль и нажимать тормоз одновременно. То есть, получается, что... Получается, что как бы нога соскальзывает. С педали вперед проезжает. На 274, занимаемся палантином, по-саду, сачем. По грунту или по... Ну, я думаю, с бетона попробуем, с асфальта потихонечку. Так, и, значит, что у нас сейчас мы... Эээ... Пикон авионика включена. Тут струбы. А новый ладится только есть, да, тут. Вот, и сейчас мы, кстати говоря, попытаемся про... Ветер у нас сегодня не сильный, но боковой, да? Наверное, где-то под 45 от курса взлета. Взлетать будем, наверное, на закрыл... Кстати говоря, закрылочки очень выполнены в виде вот такого механического рычага, который поворачиваем и перемещаем из положения в положение. Насколько я помню, его тяжело... Додавить до... До самой... Вперед, когда, да, когда мы хотим полностью убрать, надо прям продавить туда, до щелчка. Есть такой момент. Вот, ну, на руле не да. Я бы хотел иметь больше. А ссоритесь, я и так себе подушечку подложил, но... Как бы... То есть вот, когда я прям чувствую, что носком надо... Дайте вам еще одну подушечку. Да нет, нормально. Разворачиваемся. И, значит, мы... Сейчас мы... Ну да, чувствуется, что прям много надо ноги и тормоза, да? И, соответственно, управление получается левой рукой. Попу включаем на взлете. Ручку на себя удержим. Сейчас мы еще, знаете, сбросики посмотрим. Вот тормоза 2000. Только я держу. Магнета такая великолепная. Мессершмиттовская. Это переключатель магнета. Вы такой видели не раз, да? Если вы... Если вы видели, как выглядит магнета в Мессершмите, например, да... Я, кстати говоря, не знал, что вот эта штука выполняет роль ключа. Ну, то есть я просто не знал, что вот этот вот сам рычажок магнета, да? Он является, по сути, ключом. То есть его можно вытащить и забрать с собой, если он не прикреплен, так скажем. И тем самым никто тачку не угонит, да? Как мы переключаем магнеты. Мы вставляем этот ключ. Вставляем этот ключ. Раз. И все. Теперь мы управляем магнета. Вот так вот он переключается. Магнета на сумму. И все такое, да? И на всякий случай... На всякий случай вытаскиваем его. 27-74. Взлетаем на подкругу полосы 23. Сейчас у нас получается негативно. Это то, что у нас левый крен небольшой. Попробуем ручку сразу вправо. И... Вы говорите, если что-то помогать надо? Да. Колесо подняли. И бежим на основных стойках. Хорошо. Управляемость по элеронам возникла. И поедем. Тихонечко. И, соответственно, можем немножко наддув прибрать и оборотики затяжелить. А вот зелененькое у нас 3000. Это можно сказать номинал. Пока закрылки уберем, додавим. И, кстати говоря, здесь, как на мессершмите, перекладной стабилизатор. А это у нас указатель механический, механический, вот это вот установки стабилизатора. Кстати говоря, он так мило отделан деревом. Это просто, это просто супер аутентичная тема. Немножко вибрацию бы хотелось поменьшенную, да, Игорь Ильич? Да, такой не было на самом деле. Мне тоже кажется, что не было. Сейчас фрикцион чуть подтяну. Ну, приходится одну руку держать на управлении. Но, кстати говоря, мы сейчас вот пока вот здесь вот на... Перешиваем два на треть. Значит, сразу, сразу, что удивительно для такого самолета, который так быстро взлетает и имеет... Помпу выключим. Значит, который так быстро взлетает и имеет характеристики такого а-ля шторха, да. При этом он бесподкосный. И, соответственно, сопротивление, хоть и у нас и фиксированный, и отклоненный вперед предкрылок, да, При всем при этом... Мы сейчас чуть-чуть оборотики приберем. Вибрация все-таки поменьше, когда на 2700. Значит, при всем при этом... Очень высокая скорость в горизонте. Неожиданно высокая, да. То есть мы поставим сейчас режим такой, скажем, средний круиз. Это не самый быстрый. Я вот стабилизатором перекладываю. И мы уже, так сказать, действует на нас бычий закон. Чем выше хвост, тем выше скорость. И мы вот, получается, вариометр удерживаем в нуле. В нуле, и вот у нас пошла скорость уже 100, 115 узлов. Что, в принципе, я не знаю, это Cessna 172. Больше, чем Cessna 172. Да, да, то есть мы летим... В деревню. Мы летим, так сказать, не на полном газе, но в круизе мы уже имеем вот такую вот приличную скорость. То есть это удивительное сочетание, удивительное сочетание характеристик летных. Это низкая взглядно-посадочная скорость и в то же время очень высокая скорость в круизе, да. Значит... Сейчас немножко вот так подзакроем жалюзи, потому что мотор даже остывает на такой скорости. На такой перчатой скорости. Еще один элемент управления – это управление створками, так скажем, количеством воздуха, который проходит через двигатель, через цилиндры, да, двигатель воздушного охлаждения и через масло-радиатор, да. Створка находится в нижней части капота. И такая вот гребеночка, такая вот гребеночка мы переставляем и ее фиксируем в каком-то из положения. Сейчас это наполовину, наполовину закрыто. Снаружи это выглядит так, это вот такой вот флэп, да, который открывает выходное отверстие для воздуха и контролирует количество воздуха, проходящего для охлаждения цилиндров и масла-радиатора. Вот. И, соответственно, обзор, да. Пару слов об обзоре, но просто шикарный обзор, особенно когда самолет летит в линии полета. То есть понятно, что поскольку самолет с хвостовой опорой, на рулении, естественно, немножечко хуже обзор, чем у самолета с передней стойкой, да. Когда мы взлетели, находимся в линии полета, но просто капот намного-намного в линии горизонта находится, то есть видно прекрасно и вперед. Вот здесь вот слева ничего у меня и справа здесь вот ничего не закрывает обзор, то есть, ну, просто я могу смотреть вот на свое колесо вниз туда, да. То есть, не знаю, как-то очень-очень-очень все правильно сделано. И управляемость, да, то есть поскольку это высокоплан, пусть он и бесподкостный, да, то есть требуется очень заметный расход руля направления при даче, при изменении положения хрена, да. Вот, то есть я при даче, создавая хрен, я достаточно сильно отработал рулем направление, но в установившейся вираже это не требуется большой. Вы сейчас на перекладочке, чтобы удерживать шарик в центре. То есть, достаточно заметное отклонение руля направления, но характерное для всех высокопланов, да, и при этом ручка удерживается на себя тоже заметно, да. Значит, выполним сейчас конвейер и посмотрим. Вначале мы попробуем, наверное, приземлиться на три точки на закрылках, получается, в положении, наверное, 35. Это максимально стандартное положение. По управлению, получается, в меру загруженные лироны. Примерно такие же усилия по тангажу, то есть очень понятное пропорциональное управление. Вот, педали, ну, я бы сказал, такие, достаточно легкие, то есть они как будто бы перекомпенсированные, немного даже легче, чем ручка. Но потихонечку будем гасить скорость. И для этого самолета, например, особенностью может быть, это как раз-таки возможность сделать крутой заход, крутой именно по углу захода, в смысле пилотирования, да. Вот, и чувствуется, перекомпенсация пошла. То есть мы идем сейчас по очень достать, будем планировать идти по крутой глиссаде, 75, 70 узлов. 35 я зафиксировал, зафиксировал закрылки, значит, винт облегчен. И создаем такое положение, как парашютирование. Я на себя стабилизатор выкручу, у нас сзади никого не сидит, поэтому у нас центровка такая максимально передняя. Тяжело парашютировать и на касание тяжело создать именно положение на три точки. 60, 57 узлов, да, 57 узлов мы снижаемся с вертикальной скоростью 700 футов, да. Вот, и я чувствую, что управляющие у меня есть воздействие, но мне, чтобы создать, наверное, на три точки вряд ли удастся, да. 40, 50, 48, две точки, да. Поддержим, поддержим сейчас газочком. Притрем его теперь. Вот, и... Из закрылков теперь взлетим. И поехали, поставим оборотики чуть полегче, чтобы мотору было. Поставим номинал. И левым в набор. Так, что я увидел, что мне не удалось выбрать, при данном положении стабилизатора, мне не удалось выбрать, например, полностью ручку на себя. Вернее, выбрать-то я и выбрал, но управляющего воздействия было недостаточно, чтобы создать посадочное положение на три точки. Поэтому мы отпрыгнули от двух точек. Ну, кстати говоря, немножечко обдуло, поскольку самолет очень-очень гладкий, то есть, ничего лишнего не торчит, то есть, двух, плюс, очень эффективные закрылки, двух щелевые, предкрылок. Легенький обдув от двигателя, немножко добавили наддувы, и все, дело пошло. Так, ну, по коротенькой схеме опять выполним заход. А если попробовать чуть наддува дать перед тем, перед катанием? Я так и хотел, но не успел. То есть, я начал добавлять плавненько, да, то есть... А он уже подпрыгнул? Он уже пошел, да, то есть, мы сейчас как раз это и попробуем. То же самое, то есть, ну, мы для этого и... А если перед касанием дать... 0856, запрошу стоянки, задание схема. Так и хотим, чуть побольше сейчас попробуем. 774, на третьем малышке, и не захотел. Схема заход конвейером. Я вообще, если я не знаю, я с диким трудом перемещаю. То есть, фактически, я вот эти вот скорость 70 узлов, вот эти огромную площадь закрылков, я просто физически через такой вот рычаг пытаюсь, соответственно, пытаюсь в поток ввести. Соответственно, это очень, очень ощутимо по нагрузке. Вот сейчас у меня пидалька, ну, достаточно заметно отклонена. 774, на прямой конвейеринг. А, да, 25%. Докрылки надо убирать при касании, давайте я уберу. Да, я попробую. А она просто помогает дликнуть, я так понимаю. Да, давайте, знаете, я скажу, когда хорошо. Да, я... Мне поворачивать ее влево, да, чтобы убрать? Да, наверное, сейчас я попробую. 50. Вот мы... Приходится его управляемо притирать. Вот я добавил, что-то добавил, добавил. Альватика клин, я не понимаю, предварительный по первой. На три точки, отлично. Убрал, отлично. Все, поехали. Доставить или закрыл? Не-не-не, так оставим. Сразу колесико поднимаем. Слушайте, удобно. Да, то есть, как двухчленный экипаж, тачка вообще огонь. Вот. Ну что, кстати, получилось более-менее неплохо, да? Да. Сейчас получилось, что на три точки. Но это получается, мы должны подходить на хитром газе. На хитром газе, иначе... Орли тут всякие. Иначе мы, собственно, как бы... Не получается у нас создать положение на три точки. Хорошо. Попробуем мы теперь... На хитром газе, значит, на закрылках 45. Тогда мне, Игорь Леонидович, к вам просьба. Соответственно, то же самое. После касания, закрылочки... Да, хорошо. Вперед. Отлично. Договорились. Давайте. Это же... О, видите, такая... Сейчас мы немножко еще погасим скорость. И получается... Так, сейчас я попробую додавить. Попробуйте 45 додавить. Я понял, почему их не сделали возможным выпуск. Потому что пока будешь выпускать, убьешь. Вот еще просто вопрос... Ой, ёй. А, да, вот они. Вот они. Так вот отскакивают. Давайте тогда 35, если они не защелкнулись. 35, тогда просто делаем и все. Делаем конвейер 35 стандартно. Прямо их конвейерам? Код 7574. Потому что, да, их надо вот именно... Я по команде тогда вы скажете. Да, о, давайте мы знаете, что сделаем. Сейчас убрать. Нет, мы сейчас знаете, что сделаем. Мы сейчас попробуем. О, я не успел добавить. Мы сейчас вот хорошо сядем вот так. Вот, убираем. Дальвоте качать. Данимай календарь за бортом. Взлет и греки 3. Что мы делаем? А просто взлетаем. Смотрим. 65 узлов, то есть более чем скорость достаточная. И, соответственно, убираем теперь нос. Упускаем нос. Ну что, я понял. В общем, 45 тяжело, в принципе, вставить туда. Да, то есть, как это бы не звучало, да? То есть, тяжело установить это положение, закрыл. Ну, просто, может быть, скорость надо меньше. 60 узлов, можно, конечно, и меньше, да, но... Так, и мы сейчас, соответственно, еще... Тэшечка уйдет. Блин. Видели, как маневрировала одна сптица? Жить хочется. Так, да. Согласен полностью с ней. Знаете, мы сейчас как попробуем? Мы сейчас попробуем на закрылках 35. На закрылках 35 и с хвостовым колесом прийти на основные. И вот так вот как бы проехать. То есть, посмотреть, как он устойчив. То есть, с небольшим опусканием. Постового колеса, чтобы у нас была возможность свести его с углов. И постараемся его так минимально вертикально... Тут, на самом деле, иногда получается, вот если на две стойки приходить, он вообще вот так вот приходит. Знаете, как этот, DH-34? Да, да, да. Но мы именно будем так, чтобы у нас было что-то среднее, да? Чтобы мы могли свести его, свести его с углов. Так, я тогда гашу, значит, так мы... И что выпускать? На сколько закрыл? Сейчас, я сейчас сам на 35 сделаю. Так, винт облегчаю. Помпу включаю. И бак налево. Да, на сумму так оставим. Вот, и я попробую его перед стабилизатором опять раз. Сейчас мы немножечко прошутируем. Вот, у нас получается поступательная скорость очень маленькая, вертикальная присутствует. В районе 5, а вот, попали в термик. Прямо планер, прям чувствуется. О, подняло его, так скажем. Лайнер. Лайнер, да. Лайнер, кстати говоря, мы можем более круто снижаться. Кстати, да, вот этот мы сейчас... На нем удобнее круто снижаться. И мы сейчас вот будем его притирать на два колеса. Я по команде готов. Ага. Можно было на самом деле здесь уже прийти. Можно. Тогда его можно даже чуть-чуть вот перед касанием, может быть, убрать. И он тогда, я не знаю, плюхнет? Нет, плюхнется, да. Он заметно, он же сразу, она не плавно выходит, она тоже на ручном. И что хотите сделать? А ничего, сейчас поедем. Это же не Хаски. Да не, а у него нормально же, смотрите, какая мощь. Так, и в принципе, что мы хотели с вами еще? Попробовать именно крутой заход и выдерживанием. Да, и другой вариант. То есть, если мы не хотим использовать хитрый газ, и у нас есть не очень, так скажем, ограниченная полоса, то мы можем выполнить заход просто по-крутому, да, наверное, да, и... Ну да, сейчас попробуем так. То есть, выполнить, используя преимущество в хорошо развитой механизации, мы попробуем сейчас на малом газе снижаться с большим вертикальным углом, с большим вертикальным углом, и, соответственно, у нас будет выпален. У нас будет некоторая избыточная скорость, у нас будет некоторая избыточная скорость, и вот эту скорость мы потратим на то, то есть, кинетическая энергия, которую мы потратим на... Собственно, на что? На выравнивание, выдерживание и создание угла. То есть, насколько без газа хватит. То есть, понятно, что это будет, скорее всего, посадка на... На две точки, да, но мы постараемся это сделать максимально аккуратно, да. Тогда так, я гашу скорость, облегчаю вид. Гашу скорость, облегчаю вид, когда мы по указателю скорости в белой зоне можем оперировать закрылками. Вот видите, вот этот момент, чтобы воткнулся пин вот этот, да. И вот, в принципе, я убираю газ. Хорошо чувствуется, он все гермики прямо ощущает в полной мере. Ну, обзор, конечно, как на вертолете. Вот мы снижаемся, да. Как-то получилось, не прямо мы вертикально падаем, да. Я даже еще специально держу газ. Такой, и небольшой, но... Ну, вот ставлю на малый. Ставлю на малый, выдерживаю. То есть, понятно, что на каких-то углах и на... Мне кажется, вот здесь вот было бы разумно убирать. Вот я убираю. Да, отлично. И мы поедем. Вот буквально чуть-чуть вот перед касанием, если убрать, он дальше прилипнет. Я так на Хаске пробовал. Ну да, нет, ну, понятно, что если мы угадаем. Причем на Хаске, если вы вспомните, то приходить на короткие площадки проще с небольшим... Он тогда проще на больших углах, да, может тогда, да. Менее летучий. Согласен. Но здесь вроде 35 нормально создается. Даже мы с вами вдвоем. Центровка хоть и передняя, но я не вижу большой проблемы в создании этого угла. То есть, нормально, мне кажется. Мы попробуем сейчас, знаете, с вами как-то вот где у нас черный асфальт. Выберем это за место приземления. То есть, как точно мы сможем попасть. Давайте, держи. Давайте, взял. То есть, как мы точно сможем выполнить приземление. Пока это у нас были такие пристрелки на огромную 700 метров полосу. Вот. Но по масштабам, так сказать, буш-пайлотинга, да, это... Это огромная полоса. Вот. И нам хотелось бы понять, насколько точно мы могли бы прийти на какую-то площадку, да. Вот. Соответственно, мы... Соответственно, мы сейчас... Выпустим опять механизацию. В положение 35. Проверим, что она защелкнулась там. Вот. И будем снижаться. Вот та отметочка впереди. Значит, у нас получается светлый бетон, асфальт. И потом начинается такой темный. Вот начало темного асфальта выберем для себя, как начало площадки, на которую мы хотя бы были... хотели бы прийти. Единственное, что мы сделаем предположение или допущение, что у нас нету... На заходе. То есть мы как бы можем себе подкрасться... На прямой камере. Мы себе сможем позволить подкрасться как бы на хитром газе, на маленьком угле. Ну, так скажем, да. То есть вот уровень деревьев сейчас мы проходим. То есть деревья должны быть где-то на удалении. Конечно, можно более вертикально падать, но это надо чуть-чуть, еще больше влетаться в этот аэроплан. То есть я чувствую по углам, что у нас есть некоторые запросы. Теперь я поддерживаю газочком. Я жду от вас команду, когда вы дойдете. Мне надо раньше времени не сесть, получается, да. О, отлично сели. Супер. Давайте посмотрим, где мы остановимся. Тормоза я давлю, все, что у меня есть в моих силах. Прямо переселкнул. Так, ну что мы видим, где мы остановимся, давайте развернемся. Ну, мы тут сложно посчитать. Да, ну мы сейчас взглянем. То есть вот эта, та полоса, это 200 метров, вот считайте. Ну сколько, ну метров 200 с лишним. 200, да. 150, может, нет, 150 нет, наверное. На грунте вы бы лучше, я думаю. На грунте, да. На грунте мы, ну понятно, да, грунт, он, конечно, получше. А давайте сейчас, наверное, на траверзе, сделаем такую же посадку на гроб. Давайте поедем тихонько. Право все-таки ходите, да. Да, то есть ему требуется без закрылков, требуется немножко. А почему здесь не взлетают на закрылках? Я не знаю, это я просто не взлетаю. То есть на закрылках, мне кажется, может на 15 спокойно взлетать. Что у нас тут этого? Воронье. Ёшки-клёшки. Да, я тут маневрю. Хорошо у нас обзор, мы прям птиц. Да хрен его знает, может лучше вот такие маленькие окошечки. Чуть не видеть, но бронированные, да? Ну да. Так, тогда мы сейчас что делаем? То же самое, но на грунт, да? Да. И тогда нам будет понятно его буш-пайлотинг-скиллс, так скажем. Или наши скиллс, а его обилитис, вот так правильно сказать. Ну, с точки зрения, не знаю, вот, не знаю, как вы себя ощущаете? Комфортно вам в этом Aeropunny Grange? Ну, через какое-то время наступает достаточный комфорт. Вот когда мы летели по Европе, вначале было очень, так, опасливо мы к этому самолету относились. А потом стало понятно, что при наличии определенных навыков, в общем, он позволяет очень многое. Да, это, видимо, это чувствуется, и это хорошо. То есть мы вот на Хаске, например, с вами, ну, какое-то время летаем, уже более-менее себя комфортно чувствуем в этом самолете. И здесь я начинаю, начинаю чувствовать то же самое. То есть, я вот подгуляю, но по малой степени, я помешаю вам, если хочется. Чувствую то же самое. Чувствую то же самое. И хороший обзор, есть уверенность, что в случае отказа мы как бы на какую-то площадку можем, да? То есть, ну, уверенность, как скажем. Больше шансов, да, когда у тебя самолет предназначен именно для посадки на неподготовленные площадки, да? С меньшей скоростью это можно сделать. Напрашютируй, на больших... То есть, 8-5-5-5-5-3. Понятно, что мы можем просто прошутировать вот так вот плашмя на больших закрылках. Именно для того, чтобы... Для 7-7-4 на третьей малой схеме, на другую. Вот, и понятно, что мы можем позволить себе просто спрашутировать. И даже, скорее всего, шасси все поглотят. И будет, ну, нормально. Так, мы примерно попробуем на траверзе, да? Этой отмене, ну, как бы, черного асфальта, да? Да, давайте попробуем. Так, и вы говорите, лучше где вот выкашено, да? Не раз, где дуванчики. Вот, видите, чуть левее. Вот, хорошо. Значит, как раз у нас вот такая полоска из-за дуванчиков. Немножко подскольжу. Кстати говоря, на скольжении нагрузки на руле направления нет. Это как бы немножко опасаешься. Чувствуешь немножко такое странно. То есть, может быть, это безопасно, но из-за того, что ты чувствуешь какую-то перекомпенсированность именно в управлении, ты думаешь такой, так, а что такое, что оно подсасывает, да? Раз подсасывает, значит, мы уже не в тех режимах, как надо. Так, ну и вот на газочке я пытаюсь сейчас на хитром газе подкрасться. Примерно, я справа, правда. Жду от вас команды. Примерно черная, да? Вот так, садимся. Опа, убираем. Так, что у нас? Чуть, конечно, поменьше, но мы вот где-то вот в районе, да, этим, наверное, желтым разворачивались. Да, ну то есть, ну, где-то 50 метров мы выиграли, да? Да. То есть, ну, я не знаю, 150 метров, кафе, 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 кафе. Мне кажется, вот можно чуть-чуть вот еще до касания убрать закрылки, и мы прилипнем гораздо эффективнее, нет? Да, может быть, может быть. Может быть, на закрылке 45. Ну ладно, мы уже не будем пренебрегать это, так сказать, это как-то... Злоупотреблять гостеприимством владельца самолета, он скажет, ну что такое? Вот, так, а мы тогда пока... Сейчас нам напрямой самолет... А мы пока можем вырулить туда, напротив РДшки. Жалюзи открыл, пока рулить будем. Блин, тут дрова высокая. Дрова. Кстати, для самолетов с хвостовым колесом высокая дрова опасна. Ну, это, правда, не настолько высокая. Она вокруг осея забивается и блокирует колеса. У меня есть хвостовое? Нет, основные как раз. Потому что на самолете с носовой стойкой это не страшно, тебе капот не так грозит. А на этом... Почему они так громыхают, эти стойки, я никак не могу понять. Ну, не знаю, помните как-то? Пока не вижу. Видите там, где... Вот он, уже пролетел. А, все. 24, перетекаем. Это, знаете, как это? На самолете Як-52 стук в передние стойки является... Не является неисправностью, а является конструктивной особенностью. Там так и написано в книжке. Так, а что у нас по оборотам? Да, единственное, что, конечно, у нас не было стороннего наблюдателя. Там со стороны никто не заснимал. Ну, слушайте, я вот сейчас привык, я, допустим, для круизного полета я бы не менял свое положение, да, в аэроплане. А вот для каких-то таких буш-пайлотинга я бы как раз-таки еще по подушечку себе подставил под спину, чтобы ближе сидеть к педалям. И, в принципе, все, я, ну, как бы, мне настолько удобно, я, как бы, присиделся в самолете, присмотрелся. Мне, как бы, я считаю, что хороший самолет. Мне понравилось очень. Я что-то прям даже... А, притом, еще, смотрите, сколько сзади места. Да, 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 то есть у нас там просто сарай, мы еще там можем везти, там, я не знаю, группы десанты или кого-то там. Я не прыгать могу через эти... В дырку там посередине, в полу. Причем, можно же летать с открытыми окнами вот этими большими дверями. А, в смысле, открытыми? Ну, а нет, их можно совсем к крылу, только тогда у тебя закрылки так не будут открываться. Там закрылки мешают, но, в принципе... Я это снимаю из пассажирской кабины. Она здесь просто огромная. Надо обратить внимание. Такая вот прозрачная крыша здесь сверху. То есть это просто, не знаю, теплица, да? Здесь, на самом деле, сейчас установлено одно сидение. Одно сидение. Вообще устанавливается еще одно сидение на эту сторону, где сейчас я сижу на полу. Здесь ставится сидение, направленное лицом туда. То есть здесь получается такое, как бы, купе. То есть два человека находятся впереди, четыре человека сзади. И эти двери раскрываются. Их можно даже снимать для выполнения полетов и бросать прошутистов, например, из него. Здесь находится лючок, который сейчас специально законтрен, заблокирован. А так сюда можно устанавливать оборудование для фотосъемки. Как-то так. Ну, очень классно выполнен тот момент. Ну, например, оцените. Сейчас мы находимся на заднем кресле пассажирской кабины. И вот мы видим здесь, как соединены лонжероны крыла. То есть мы просто видим, как скручены болтами, зашплинтованы. И, по сути, мы видим, вот она наша прочностная структура. Идут два лонжерона, скреплены между собой посередине. Хотите вид покрасить желтый цвет? Водуванчиковый цвет. Отлично. Тогда выключаем. Полпу мы выключили. Выключаем горизонты. Спасибо, самолетик. Было кайфно. Конечно, да. То есть я понимаю, что, в принципе, есть диапазон, где максимально круто можно потом, летавшись на нем, выступить, да, так скажем. Но сначала надо учиться дверь открыть. Тим, спасибо тебе большое. Это был вообще кайф. Я потому что, во-первых... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok